Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о первом соборном послании святого апостола Иоанна Богослова. Сегодня мы говорим о второй главе. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем и Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и всего мира». Апостол пишет, чтобы мы не согрешали, чтобы мы удалялись от греха. Но что если не получилось, что если сорвались, что если упали? Апостол говорит, если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Это значит, что самый большой грех, который вообще бывает, это отчаяние. И когда человек согрешил, то к нему тут же является дьявол и начинает ему говорить, что ну вот все, ты с Богом поссорился, теперь окончательно, теперь тебе остается только пуститься во все тяжкие и вообще про Бога поскорее забыть, поскольку тебе это будет только болеть и совесть твою мучить. И апостол говорит, что если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Христиане согрешают, увы, такова реальность. И христиане могут переживать даже иногда тяжкие нравственные падения, это ужасно. Но так иногда бывает. И апостол говорит, что это не должно становиться поводом к окончательному отпадению, это не должно становиться поводу к отчаянию. Если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. А что здесь значит это слово «ходатай»? Ну, мы привыкли себе представлять ходатая, как кого-то, кто пишет бумаги, бегает по инстанциям, чего-то такого добивается в рамках юридической системы. Речь здесь идет немножко о другом. Представьте себе какого-то очень почтенного и уважаемого человека. Представьте себе, что это вообще живой национальный герой. Представьте себе, что он окружен глубочайшей любовью и почтением. Ну, вот что-то такое он сделал для сограждан, что все его чрезвычайно любят и уважают. Какие-то он совершил подвиги. Может быть, он там врач, который остановил эпидемию, а то бы все умерли. Может быть, он предотвратил какое-то ужасное бедствие. В общем, герой, который окружен всеобщей любовью, признательностью и уважением. И представьте себе, что у этого героя обнаруживается брат. И этот брат, напротив, человек чрезвычайно негодный. Он пьяница, наркоман, вор. И вот он попадается на том, что он обворовал чужую машину, и его должны за это в тюрьму посадить, что было бы, конечно, справедливо. Но тут является этот национальный герой и говорит, вы знаете, вот этот негодный человек, он мой брат. И я прошу вас, чтобы вы мне его отдали, чтобы его преступление было прощено ради моих заслуг. И, конечно, было бы нарушением правосудия, было бы несправедливо просто взять и отпустить человека виновного в преступлении. Но было бы справедливо и нравственно справедливо даровать этого человека, его заступнику, ради его великих заслуг. Вот крестная жертва спасителя настолько драгоценна в очах Бога, настолько огромной обладает ценностью, что ради его крестной жертвы любой грешник может быть ему дарован, как ходатаю. Ходатай — это очень хороший человек, который заступается за очень плохого. И вот Христос является ходатаем, и поскольку Христос перед Богом является очень хорошим, он полностью безгрешен, он полностью исполнил волю Божию, он сделал все, что требуется для того, чтобы угодить Богу, он имеет, если так сказать, право на всех нас, и он приобрел в себе такое право приводить всех нас к Богу и быть нашим ходатаем. И ради его ходатайства, ради его праведности мы получаем прощение грехов. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. Ну, иногда у людей вызывает недоумение. Если Бог хочет нас простить, то почему бы ему это и не сделать в ней, и помимо умилостивления, в ней, помимо крестной жертвы Спасителя, просто, ну, захотел и простил. Мы же, будучи частными лицами, мы можем прощать людей, которые против нас согрешили, не требуя заместительной жертвы, не требуя искупления. Вроде бы у нас-то иногда получается. Почему Бог не может просто взять и списать наши грехи? Вот почему прощение существует в двух аспектах. Есть личное прощение. Вот, допустим, меня лично обидели, там, не знаю, про меня лично в интернете написали гадостей, но я на какое-то время рассердил, с тобой рукой махнул, да, ну, не буду я вообще с тем всем заниматься, и спать пошел. Это вот такое личное прощение. Но есть еще прощение такое судебное, можно даже сказать, юридическое. Представьте себе злодеев, которых привели на суд, и судья говорит, вы знаете, они, конечно, злодеи, они совершили преступление, но мне как-то жалко, что такие молодые ребята должны отправляться в тюрьму на годы. Я их великодушно повелеваю освободить в зале суда. И тогда, наверное, у многих из нас это вызовет скорее недоумение и возмущение. Ты же судья, твоя обязанность подношения к обществу поддерживать порядок, ты вместо этого отпускаешь злодеев. Бывает ситуация, когда невозможно отпустить злодеев просто по своей воле. Ну, я приведу такой пример. Вот представьте себе, что у меня есть друг. Это друг детства. Мы вместе учились в школе. Мы... Нас очень многое связывает. Мы очень привязаны друг к другу. И представьте себе, что я совершил преступление. Ну, допустим, я обворовал, там, не знаю, магазин. И мне нужно алиби. Мне нужно, чтобы меня спасти от тюрьмы. Нужно, чтобы этот друг засвидетельствовал, что в момент, когда совершалось ограбление, мы с ним сидели в шахматы и играли. Я к нему прибегаю и говорю, ну, ты же меня любишь, ты же мой друг, ты можешь просто вот дать такое показание перед судом, что в это время мы с тобой играли в шахматы. А он мне говорит, нет, не могу. Почему? А вот потому что я честный, у меня есть определенные нравственные принципы, я не даю ложных показаний. Я тебя люблю, и я сделаю для тебя все возможное, что можно сделать, не поступая против правды. Вот давать ложных показаний я не буду. Да, я там буду ходатайство писать о помиловании, да, я буду тебе присылать в тюрьму передачи, но вот лгать я не буду. Это невозможно для меня. И здесь, в этом примере мы видим, как человек может нас любить, но это не значит, что он может поступить против правды из этой любви. И вот Бог нас всегда неизменно любит. Нельзя сказать, что крестная жертва Христа расположила Бога полюбить нас, ровно наоборот. Бог послал своего Сына в уместивление за грехи наши, именно потому что Он уже любил нас. Нельзя сказать, что Божие прощение – это отказ от какой-то враждебности. Это у людей так бывает, да, что я питал ненависть к своему врагу, я хотел с ним расправиться, я хотел заставить его страдать, может быть, даже я хотел его убить, а потом я отказался от своих враждебных намерений и простил. Бог никогда не имел враждебности к своему творению. Но Бог праведен. Бог не может ни принять, ни оправдать, ни проигнорировать грех. Это исключено. Это исключено в силу самой природы Бога. Это исключено в силу благотворения, потому что для творения это было бы ужасно, если бы Бог не осуждал грех. И грех обязательно должен быть осужден. Невозможно просто взять и списать грех. И Бог находит возможность сделать так, что Он может запускать наши грехи, в то же время поступая по правде. Бог становится человеком в лице Иисуса Христа. И как человек Иисус Христос отождествляет себя с грешниками настолько, что Он воспринимает наши грехи как свои и умирает за них на кресте. Со своей стороны мы в крещении через веру воспринимаем праведность Иисуса Христа. Он становится нашим ходатаем. Таким образом, Он есть умилостивление за грехи наши. Не только за наши, но и за грехи всего мира. Люди иногда тяготятся своими грехами. Как Бог может простить то, что я сделал? Это признак на самом деле такого духовного пробуждения человека. Потому что человек духовно мертв, он как раз не беспокоится о своих грехах. Вот признак человека духовно мертвого, который находится в самом бедственном духовном состоянии, это то, что он как раз этого состояния не замечает. Как раз таки для него все в порядке. Когда человек сокрушается о своих грехах, когда он глубоко переживает, примет ли его Бог, то это как раз очень хорошо. Такого человека можно смело ободрить, потому что само это беспокойство, сама эта печаль о том, примет ли меня Бог, это признак того, что Святой Дух ведет человека к спасению. И о таком человеку надо сказать, что у нас есть ходатай Иисус Христос. Он есть умилостивление за грехи наши, чтобы ты не совершил то, что совершил Христос больше. Как говорит Святой Иоанн Златоуст в толковании на послание к римлянам, Христос заплатил гораздо больше, чем мы были должны, причем настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. И далее апостол говорит о том, в чем это должно проявляться. Люди, которые слышат это со стороны, не христиане, а просто люди, которые слышат возвещение об искуплении со стороны, они говорят, ну, что же получается, что раз у нас Христос платит по всем нашим счетам, мы теперь можем пуститься у сетяшки, все записывается исключительно насчет Христа, и неважно, как мы живем. И апостол далее разъясняет, что это ни в коем случае не так, что если вы находитесь во Христе, если вы причастны спасению, это неизбежно отражается на вашей жизни. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдают, я тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Познать в Библии значит знать лично, вступить в близкие личные отношения. И мы познали Его не просто узнали о нем какую-то информацию, а вот знаем Его лично. И когда мы знаем кого-то лично, близко, мы от Него научаемся, когда мы вращаемся в какой-то среде, мы научаемся привычкам этой среды. И дети, которые пребывают в общении постоянно со своими родителями, они, конечно же, воспроизводят поведение своих родителей. Это иногда очень забавно наблюдать. И если мы пребываем в общении со Христом, это проявляется в том, что мы соблюдаем Его заповеди. Человек, который претендует на то, что он познал Бога, но не соблюдает заповеди, тот уже нет в нем истины. То есть человек, который предполагает, что он может претендовать на обетование Божие, на вечное спасение, продолжая упорно пребывать в грехе, он просто занимается самообманом, и ему ничего хорошего обещать нельзя. А кто соблюдает Слово Его в том истинно любовь Божия совершилась, из сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, то должен поступать так, как он поступал. Это, конечно, очень высокая планка, и кто-то может испугаться и сказать, ну, я-то очевидно согрешаю. Да и апостол Иоанн чуть раньше говорит, что если мы говорим, что мы не согрешаем, мы сами себя обманываем. Но есть два разных типа греха, и есть грех к смерти, есть грех не к смерти, есть грехи человеческой немощи или неведения. Есть грехи, когда человек, в принципе, желает повиноваться Богу, но он спотыкается. Он впал в раздражение и сказал какие-то неподобающие слова. Это определенно грех. Но грех этот не свидетельствует еще о том, что человек не желает повиноваться Богу вообще. А бывают грехи, которые указывают на гордое и надменное нежелание повиноваться Богу. Когда человек продолжает творить воровство или продолжает творить бот. Или как апостол Павел перечисляет, он там воры, пьяницы, хищники, злоречивые, будники, прелюбодеи, мужеложники и так далее, царство Божие не наследует. То есть люди, упорно пребывающие в грехе. Таким образом, есть определенное развлечение между грехами немощи и неведения, в которые человек впадает, и они, конечно, являются грехами, их надо исповедовать, их надо избегать, надо с ними бороться. И грехи, которые свидетельствуют о том, что человек нагло и надменно отвергает волю Божию. В этом случае само притязание человека на то, что он верующий, оно, увы, не основательно. И далее апостол продолжает. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но при том новую заповедь пишу вам, потому что, что есть истина в нем и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. В общем, признак истинной веры – это любовь к братьям. Это любовь к людям вообще, но прежде всего, это любовь к братьям, то есть к другим христианам, к другим членам церкви. Тот, кто любит Христа, тот любит церковь. Любить Христа – значит любить церковь. Это мысль, которая постоянно проводится у всех апостолов, и признак того, что мы вообще христиане – это то, о чем говорит Христос. «Потому узнают, что вы мои ученики, что вы будете иметь любовь между собой». И это не требование, обращенное к другим людям, это требование, обращенное всегда ко мне. Я должен помнить, что мне заповедано любить церковь и любить других христиан. Далее апостол пишет, «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви и отчий». Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, гордое житейское, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Что значит не любите мир? Мир, это, конечно, в данном случае речь идет не о творении Божьем, речь идет о системе ценностей и представлений, которые основаны на игнорировании или отвержении Бога. И апостол нам указывает все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордое житейское. Похоть плоти это стремление к удовольствиям, как к цели жизни, похоть отчей это стремление к обладанию, как говорят глаза заведущие, гордое житейское, это превозношение, такая гордыня, престиж. И апостол говорит, что все это не от Отца, но от мира сего. Мы, христиане, живем в другой системе координат, в другой системе ценностей и представлений. Мы не должны гоняться за тем, что этот мир считает важным, престижным, желанным. Мы не должны гоняться за удовольствиями, потому что даже на чисто мирском психологическом уровне удовольствия, они быстро приводят к пресыщению, человек начинает уже тошнить, как съевшего слишком много сладкого. И апостол говорит, что вот эта система ценностей и представлений в мире, она обречена. Да, с мирской точки зрения, богочестивый христианин может выглядеть дурачком, что вот все воруют, а он не ворует, все будят, а он не будит. Он может оказаться в окружении, где на него будут смотреть, но очень странно. И водки не пьет, ну какой-то он вообще ненормальный. Но апостол говорит, что да, мы живем по-другому, мы живем в другой системе координат. И мы принадлежим к миру Божию, который не пройдет. Апостол продолжает, дети, последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы познаем, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, мы имеем помазание от святого, вы имеете помазание от святого и знаете все. Здесь апостол предостерегает против уже учителей, еретиков, раскольников. И кто такой антихрист? Это противник Божий, который явится в последнее время для того, чтобы увлечь людей за собою. И слово греческая приставка анти, она значит не только против, она значит вместо. Он вместо Христос. Тот, кто пытается занять место Христа в сердцах людей. И апостол говорит, что появилось много антихристов. То есть, будет такой вот антихрист с большой буквы, которая в конце времен. И появилось много антихристов, то есть, тех, кто претендует вместо Христа увести людей за собой. И мы это видим и в области религии, когда появляются какие-то лидеры культов, вроде Сёка Асахары, или Дэвида Кореша, или Виссариона, или их не с ним числа, которые требуют от людей преданности, поклонения. Мы видели, как в страшной истории 20 века в разных странах являлись политические вожди, которые требовали в себя абсолютной преданности и поклонения. И все это такие вот антихристы с маленькой буквы. Те, кто претендуют на нашу преданность, которая может принадлежать только Иисусу Христу. На нашу абсолютную преданность. И апостол предостерегает против уже учителей, которые возникают внутри церкви, но потом учиняют ереси и расколы. Они вышли от нас, но не были наши. Потому что, если бы они были наши, то остались с нами. Причем признак человека духовно здорового — это то, что он пребывает в общении с церковью. Вот, когда он выходит, когда он начинает учинять мятежи, расколы, ереси, то видно, что он не наш, он не принадлежит апостолам. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. То есть, дар развлечения. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто ужец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. И так, что вы слышали от начала, то да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование, которое он обещал вам, нам есть жизнь вечная. Апостол предостерегает против уже учителей, которые отвергают, что Иисус есть Христос. То есть, они отвергают, что Иисус есть помазанник, Мессия, посланный Богом, спаситель людей. И он напоминает о том, что Бог дает нам обетование жизни вечной. И он продолжает, это я вам написал об обольщающих вас. То есть, об обманщиках, которые появились уже тогда и будут появляться еще. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но, как все самое помазание учит вас всему, оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. То есть, речь идет о Святом Духе, который дан Церкви. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Вы знаете, что он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Апостол увещевает нас пребывать во Христе. То есть, помнить о том, кто мы такие, помнить о том, что мы теперь чады Божии, и поступать, соответственно, ему и удаляться от различных уже учителей, которые будут нас совращать с этого прямого пути. Но мы продолжим рассматривать следующие наши беседы, первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, в рамках цикла бесед, которые представляет библейский портал «Экзегет.ру». Субтитры создавал DimaTorzok